Вот вам маленькая иллюстрация нравов Соломоновых островов. Джонни явился к нам выменивать на табак грот, марсель и кливер какого-то вельбота. В тот же день, немного позже, явился вождь Билли и обменял тоже на табак мачту и бушприт. Все эти части были сняты с вельбота, вытребованного капитаном Дженсоном в предыдущую поездку на Малаиту. Вельбот принадлежал плантации Изабелла. 11 туземцев Малаиты, работавшие на ней по контракту, решили бежать. Они, конечно, не имели понятия, что такое вельбот и как им управлять в открытом море. Поэтому они убедили двух туземцев с Сан-Крестобаля бежать вместе с ними. Сан-Крестобальцы получили по заслугам, ибо должны были знать, с кем имеют дело. Когда они благополучно довели краденую лодку до Малаиты, им отрубили головы. Вот эту-то лодку и ее снасти старался вернуть капитан Дженсон. Все же я побывал на Соломоновых островах не совсем напрасно. Здесь, наконец, мне удалось увидеть, как было унижено высокомерие Чармиан, и неприступный замок ее женского превосходства был повержен в опрах. Случилось это на Ланго-Ланго, искусственном острове, которого даже не видно под домами. Мы бродили здесь, окруженные сотнями бесстыдных голых мужчин, женщин и детей, и любовались пейзажем. Револьверы наши, конечно, были заряжены, и команда тоже с винтовками следила за нами с лодки. Но урок военного человека был дан так недавно, что нам, собственно, нечего было бояться. Мы ходили всюду и смотрели, что хотели, пока не дошли до какого-то большого ствола, перекинутого в виде мостика через воду. Чернокожие стали перед нами стеной, отказываясь пропустить нас. Мы потребовали объяснения. Чернокожие сказали «Идите». Мы вытаращили глаза, ничего не понимая. Последовали разъяснения. Капитан Дженсен и я пройти могли, потому что были мужчинами. Ни одна Мария не смела приблизиться к мосту и еще менее переходить по нему. Мария означала «женщину вообще», и Чермиан, увы, была Марией. Значит, и для нее мост был тамбо, то есть табу. Какой гордостью переполнилась моя грудь. Наконец-то мое мужское достоинство было отмщено. Я принадлежал к высшему полу. Чермиан могла сколько угодно таскаться за нами по пятам, но мужчинами были все же только мы. И через мост могли идти только мы. А она должна была обходить кругом на вельмоте. Мне решительно все равно, поверите ли вы или нет, но на Соломоновых островах, это факт установленный, припадки лихорадки всегда бывают следствием нервных потрясений. И вот через полчаса после того, как Чермиан была лишена своих прав, ее отправили на Миноту, завернули в несколько одеял и напичкали хинином. Я не знаю, какого рода нервные потрясения пережили Вады и Наката, но они слегли так же. Да, климат Соломоновых островов мог бы быть немного поздоровее. Во время этого припадка лихорадки у Чермиан образовалась Соломоновая язва. Это было последней каплей. Все наснарки переболели язвами, за исключением Чермиан. Я, например, был убежден, что потеряю ногу из-за необыкновенно злокачественной язвы под коленом. У Генри и Техеи, Таитян, язв было множество. Вада считал свои дюжинами. У Наката их было, правда, всего несколько штук, но зато по 3 дюйма в длину. У Мартина от язв сделалось омертвение тканей на ноге. Но Чермиан все время оставалась невредимой. И вот из этого ее иммунитета постепенно выросло презрение к нам. Она стала так много думать о себе, что однажды очень скромно сообщила мне, что все зависит исключительно от частоты крови. Понимаете, у всех были язвы, а у нее нет. Значит... Ну так вот же, теперь у нее была язва величиной серебряный доллар. И частота ее крови не помешала ей лечиться в течение многих недель с Улимой. Она верит исключительно в Сулейму. Мартин – исключительно в йодаформ. Генри – употребляет лимонный сок. А по-моему, если Сулейма действует слишком медленно, ее следует чередовать с перекисью водорода. Некоторые из белых, живущих на Соломоновых островах, имеют пристрастие к борной кислоте. Другие – к лизолю. У меня, впрочем, тоже есть патентованное средство. Называется оно «Калифорния». Пусть найдет мне кто-нибудь Соломонову язву в Калифорнии. Из Ланг-Ланга мы отправились вдоль лагуны, проходя иногда маленькими проливчиками почти в ширину миноты. И манговые деревья с берегов смыкались над нами. Мы миновали построенные на рифах деревни Калака и Ауки. Основатели их, как и основатели Венеции, спаслись сюда от преследования береговых жителей. Убежав от какого-нибудь поголовного избиения целой деревни и слишком слабые для борьбы в одиночку, они укрылись на песчаных мелях. Они укрепили мели и сделали их островами. Свою пищу они принуждены были добывать из моря и стали морскими людьми. Они изучили нравы рыб и моллюсков, изобрели лесы и крючки, сети и западни. Их тела приспособились к новому образу жизни. Приспособились к лодке. Им негде было ходить, и все время они проводили на воде, вследствие чего у них стали широкие плечи, крепкие руки, узкие тазы и слабые ноги. Живя у берега и захватив в свои руки всю торговлю с островом, они разбогатели. Между ними и островитянами идет постоянная вражда, и перемирие бывает только по базарным дням. Раз или два в неделю. С обеих сторон торговлю ведут только женщины. На берегу, на расстоянии 100 ярдов, прячутся в кустах островитяне в полном вооружении, а из лодок наблюдают морские люди, тоже вооруженные. Впрочем, базарные перемирия нарушаются очень редко. Островитяне слишком любят рыбу, а морские люди чувствуют невыносимую органическую потребность в зелени и фруктах, которые им негде выращивать на их плотнозаселенных островках. Пройдя 30 миль от Ланга-Ланга, мы подошли к проливу между островом Басакана и Малаитой. К ночи ветер совершенно упал, и минуту пришлось тащить вельботом на буксире. Но течение было против нас, и мы едва двигались. На полпути мы встретили Юджини, крупную вербовочную шхуну, которую тащили два вельбота. Ее шкипер, капитан Келлер, весьма решительный немец лет 22, явился к нам поболтать. И мы сообща обсуждали все малаитские новости. Ему повезло. В деревне Фио он завербовал 20 рекрутов на работы. Пока он был там, произошло одно из обычных здесь приключений с убийствами. Убитый парень был из морских бушменов, то есть морской человек по образу жизни, но живущий на земле. Он работал в своем огороде, когда к нему пришли из леса трое дикарей. Они держали себя вполне дружелюбно по отношению к нему и, наконец, попросили кай-кай. Кай-кай означает есть. Он развел огонь и поставил вариться таро. Когда он нагнулся, зачем-то к горшку один из пришедших прострелил ему голову. Он упал головой в огонь, а они всадили ему копье в живот и распороли его. «Честное слово, не хотел бы, чтобы меня застрелили из штуцера», прибавил капитан Келлер. Целая лошадь с телегой прошла бы через дыру в его голове. Вот еще одно доблестное убийство, которое произошло во время моего пребывания на Малаите. Умер один из вождей лесных островитян. Умер вполне естественной смертью. Но дикари ведь не верят, что можно умереть естественной смертью. Они понимают, что можно умереть от пули, томогавка или копья, но если человек умирает иначе, ясно, что его заколдовали. Вождь умер иначе, и его племя обвинило в его смерти одну семью. Так как решительно все равно, кого из членов заподозренной семьи убить ради окмщения, выбрали одиноко живущего старика. Это было удобнее. У него при том не было ружья. Кроме того, он был слеп. До несчастного старика дошли какие-то слухи, и он заготовил множество стрел. Три храбрых воина, все трое с ружьями, напали на него ночью. До утра он героически сражался с ними. Стоило им шевельнуться в кустарниках или стукнуть чем-нибудь, как слепой посылал туда стрелу. Утром, когда он выпустил последнюю, три героя набросились на него и размажили ему голову. Утро застало нас в той же безнадежной борьбе с течением посреди пролива. В конце концов, мы пришли в отчаяние. Повернули обратно, вышли в море и, обойдя остров Басакана морем, добрались до Малу. Место стоянки в Малу было прекрасное, но оно лежало позади очень скверного рифа с узким проходом, так что войти было легко, а выйти достаточно трудно. Местный миссионер, мистер Каульфильд, только что совершил путешествие на Вильботе вдоль берега. Это был стройный, худощавый человек, страстно преданный своему делу, хладнокровный и практичный, настоящий священник двадцатого столетия. Отправляясь на Малаиту, он сказал, что пробудет там не больше шести месяцев. Потом он решил, что если остался жив в продолжении этого времени, то может попробовать остаться и еще. И вот прошло шесть лет, а он все еще здесь. Его опасения насчет шести месяцев были, однако, не напрасны. До него на Малаите было три миссионера, и в гораздо более короткий срок двое из них умерли от лихорадки, а третий вернулся калекой. «О каком это убийстве вы говорите?» перебил он неожиданно капитана Дженсона. Тот объяснил. «Ну, это было уже давно. Я говорю о другом», сказал мистер Каульфельд. «Ваше случилось две недели назад». «Здесь, в Малу, мне пришлось понести заслуженное возмездие за злорадство и все издевательства по поводу соломоновой язвы, которую Чермиан подцепила в Ланга-Ланга. И мистер Каульфельд был отчасти орудием этого возмездия. Он подарил мне курицу, но, чтобы получить ее, мне пришлось бегать за ней с ружьем по кустарникам. В конце концов, я ее подстрелил, но при этом споткнулся о ствол дерева и расцарапал ногу у щиколотки. В результате три соломоновых язвы. С двумя прежними это выходило уже пять. А капитан Дженсен и Наката в это же время схватили Гарри-Гарри, что в буквальном переводе значит «скриби-скриби». Но переводить не было надобности. Гимнастические упражнения капитана и Накаты были песней без слов, достаточно понятной. Нет, климат соломоновых островов совсем не такой здоровый, как мог бы быть. Я пишу эту главу на острове Изабелла, куда мы подвели снарк, чтобы почистить его киль. Только сегодня утром я встал от последнего приступа лихорадки, и между двумя приступами у меня был всего один свободный день. У Чермиан приступы бывают через две недели. Вада стал совсем калекой от этой лихорадки, и вчера ночью мне показалось, что у него начинается воспаление легких. Генри, здоровенный гигант Стоити, только что встал сегодня от последнего приступа и валяется на палубе, как прошлогоднее гнилое яблоко. Он и Техеи собрали ценную коллекцию соломоновых язв и, кроме того, подцепили еще особую разновидность Гарри-Гарри, напоминающую отравление растительными ядами, как, например, дубильной или синильной кислотой. Впрочем, Гарри-Гарри не является их исключительной собственностью. Несколько дней назад Чермиан, Мартин и я пошли на охоту за голубями, и с тех пор мы имели довольно ясное представление о том, что такое муки ада. На маленьком островке Мартин изрезал себе подушвы о кораллы, гоняясь за акулой. То есть, это он так говорит, мне же показалось, что положение дела было как раз обратное. Все порезы обратились в соломоновые язвы. Перед моей последней лихорадкой я ссадил немного кожи на пальцах, помогая убирать паруса. И теперь у меня три свеженьких язвочки. А бедный Наката целых три недели он не мог сидеть от слабости. Вчера он сел в первый раз и даже попробовал встать на ноги. Он очень доволен и уверяет, что теперь вылечится от своего Гарри-Гарри в течение месяца. Дальше. Благодаря чрезмерному вдохновению по части скреби-скреби у него образовалось бесчисленное множество соломоновых язв. Еще дальше. Он только что слег от седьмого приступа лихорадки. Если бы я был королем, то в качестве самого ужасного наказания для моих врагов я бы применял ссылку на соломоновые острова. Но следом за этой мыслью в голову приходит другая. Даже будучи королем, вряд ли я стал бы поступать так жестоко. Доставка завербованных для плантации рабочих на маленькой узкой яхте, построенной для плавания у берегов, не слишком приятное дело. Палуба завалена ими и их семьями. Общая каюта завалена ими же. Ночью они все спят здесь. В нашу маленькую каюту можно попасть только через общую, и нам приходится протискиваться между сонными телами или прямо наступать на них. Это тоже не очень приятно. У них у всех до одного всевозможные злокачественные кожные заболевания. У многих из них стригущий лишай и у очень многих букоа. Это последнее происходит от паразита живущего в растениях. Он въедается в кожу и в мускулы. Зуд совершенно невыносим. На судно приходили туземцы с глубокими до кости язвами на подошвах. Несчастные больные могли ходить только на кончиках пальцев. Заражение крови встречается на каждом шагу и капитан Дженсен оперирует всех подряд с помощью матросского ножа и иглы для сшивания парусов. Как бы ни был безнадежен случай, он смело вскрывает рану, вычищает ее и ставит припарку из морских сухарей. Когда мы наталкиваемся на особо ужасные язвы, мы поспешно убегаем к себе и поливаем свои собственные язвы Сулеймой. Так мы живем и едим и спим на минуте в надежде на свою счастливую звезду.